шалом дорогие друзья ну во первых сегодня есть за кого поставить свечку сегодня ёрцат великого араби хай я правильно выражу только хайм халь берштам ну это вряд ли кто знает но все знают адморес цанза это великий основатель династии цанза основатель написавший книгу дибрей хайм этот человек династия основала здесь в израиле больницу лениада в районе цан специально огромный район натании много всего у него есть потрясающие слова он говорил что когда я был молодым во мне горела горячая любовь к богу я думал что могу реформировать весь мир вскоре я любил бога не меньше но понял что лучше сконцентрироваться на вот те кто в моем городе живут потом я понял что лучше сконцентрироваться на семье наконец я понял что надо начинать и сконцентрироваться на себе саму это вот от него пошло у него есть еще одно менее известное выражение он говорил что у каждого есть две важные заповеди которые не вошли в 10 заповедей первое это выспаться перед субботой и второе попить кофе перед молитвой сами думаете почему давайте коротко мы как всегда ничего не успели завершился и пейсах и харей мод быстро пролетела глава но к ней надо будет еще вернуться смерти двух сыновей арона что еще там емки описаны действия в емки пур первосвященника что еще жертва двух козлов невероятно интересная вещь об этом есть говорит к два козла которые в емки пур один отсылался в пустыню резкое осуждение гомосексуализма вот примерно что есть два слова про гибель детей арона надавая вику они погибли написано из-за того что подойдя к святая святых принесли огонь чуждый смесь воскурений там благовония отлично от того что заповедовал всевышний в этой связи очень интересную вещь писал раввин мэр симха коэн великий раввин начале двадцатого века хочу отметить своей работе мешаха хама он написал что те евреи которые называют берлин юс иерусалимом а немецкий избранным будут сметены поднимающимся штормом а и кто не знает то вообще и евреи реформисты в германии начали двадцатом веке сначала убрали иврит из религиозной практики перешли на немецкий все молитвы израиля были возвращение в израиль были удалены также поступили сторонники других странах фактически отказавшись от земли цион завещанный вот еврейскому народу новые евреи назвавшие себя немцами иудейского вероисповедания написано вознесли такой же огонь чужды перед богом я не ищу тут какие-то я просто рассказываю да и нам надо немножко подумать разобраться какой огонь зажигаем мы все ли в нем чисто все ли и работать работать все знаете шаббат перед нами шаббат первый шаббат после песня я расскажу майсу все так переживаю сейчас поднялся в мире антисемитизм там не то там то вы знаете но в мире в котором бог управляет миром это все такое антисемитизм может быть крайне полезным расскажу майсу 53 год война в вьетнаме кто помнит в корее америка посылает войска один парень только вешу забирают в америке мобилизации забирают его он не хочет идти он больной у него все больно его забирают в армию что делать куда идти как спасаться он не знает ему посоветовали пойти к любавичскому рэбе он только два года был рэбе тогда ну не верил во все это но тяжу шансы и пошел пришел к рэбе говорит рэбе я ни во что не верю ни в это не в то и не вас тем более но дайте браху на того чтобы от армии забрали за минуту всегда так узнать рэбе смотрит на него и говорит как спина у меня все изогнутые позвоночник с детства и скремленный хорошо он говорит как у тебя глаза он горит а вот посмотрите линзы там 30 сантиметров ноги он говорит вы издеваетесь он за ответь ноги он говорит на плоскостопие и так вот все все он кошмар больной доходят до зубов это зубы зубы у меня хорошие он говорит только иди скажи что у тебя болят зубы тот вышел думает блин ты тоже надо какой я дебил куда я поперся что делать в общем кошмар идет день комиссии что делать не знает понимает что уже все ну в америке тоже с антисемитизм всегда было не в те годы вообще было очень сложно что происходит он заходит туда ему говорят комиссия все он проходит отлично все зубы видит уже все ему ставят штамп зубы болят еще тот на него смотрит я видел таких как ты на час иди дантисту открой рот тут сначала говорит открыл посмотрел так у тебя все хорошо иди к дантисту сейчас он скажет все хорошо я тебя на две недели еще в тюрьму перед армией а там пойдешь иди тот идет думает блин заходит сидит такой как у нас говорят смотрит гульденберг смотрит на него на папке написано жалуется на зубы открой рот тот говорит у меня зубы болят даже уже не открывая говорит слушай я вас знаю всех вы хотите за счет нашей доблестной армии вылечить свои зубы это ты специально делаешь потому что ты знаешь что ты можете я тебе на пушечный выстрел не подпущу к армии ставить штамп негоден вон отсюда ну вот так вот я там есть еще продолжение как он пытался потом поблагодарить любавищество рэвы но в сути так устроена наша жизнь поэтому не надо ничего бояться кроме неба все в руках всевышнего написано много как там много мыслей в голове человека и людей а сбудется предопределенное всевышним шаббат шалом там я пошло там я объем там я вот 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 и вот вот